МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Город С. И я Елена Чернявская. 30 апреля исполняется 373 года со дня образования пожарной охраны России. На протяжении нескольких сотен лет российские огнеборцы являются собой пример безупречного профессионализма и верного служения Отечеству. Пожарный – это мужественная профессия. Значимость пожарного дела трудно переоценить, ведь итог этой работы равняется миллионам спасенных человеческих жизней. Как сегодня развивается пожарная служба, вот об этом мы поговорим в программе с заместителем начальника управления организацией пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Самарской области, заслуженным работником пожарной охраны Самарской области, полковником внутренней службы Александром Александровичем Аникиным. Здравствуйте! Добрый день! Я очень рада приветствовать вас сегодня в студии. Примите совершенно искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Спасибо, что откликнулись и пришли именно в этот день поговорить о вашем нелегком труде. И первый мой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот 373 года, да, такая значительная дата. А что для вас этот день, Александр Александрович? Добрый день. Добрый день, уважаемые зрители. Для меня, ну, для меня это, в принципе, в общем-то, вся жизнь. То есть я всю жизнь в пожарной охране, всю жизнь тушу пожары. И для меня это, вот, есть, да, у нас значимые праздники всеми, да, там, день рождения детей, там, жены, Новый год. Вот день пожарной охраны, это в этом же ряду, то это один из самых главных праздников в году. А я не могу не спросить вас об истории возникновения этого дня, когда он возник, и вот если поговорить немножечко об истории, да? Об истории, в принципе, в общем-то, получается, что в 1549 году царь Алексей Михайлович Романов подписал, так называемое, уложение, ну, основополагающий был приказ, указ, указ. Где одним из разделов именно и было то, что организация мер по борьбе с пожарными. То есть все прекрасно представляют, да, в тот момент это деревянное здание, там, непланируемая застройка, то есть все это скучно, все это ОСМ. И в итоге все прекрасно помнят, да, что Москва там несколько раз выгорала, там, ну, любой город подвергался в те времена таким хорошим пожарам, которые выжигали там несколько улиц, кварталов, там, скажем. Да что кварталов, города горят. Города, да, 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 целиком. И вот именно, в принципе, тогда уже понимали, что с этим надо что-то сделать, с пожарами, да, то есть основное мероприятие – это предупреждение пожаров и тушение пожаров. То есть вся пожарная служба разбивается на два направления. Это предупредить пожар и его потушить. Предупреждение пожаров – это вот именно градостроительство, это планировка улиц, домов, расстояние между домами. Это один момент. И потушить – это наличие сил и средств, которыми можно ликвидировать пожар. То есть это люди, это техника, это какие-то приспособления, устройства. И вот уже начиная с того момента, в общем-то, люди понимали, что чем больше будет расстояние между двумя деревянными домами, тем, соответственно, вероятность того, что с одного дома на другой перебросится, будет ниже. И, соответственно, уже в этом указе было, что нельзя топить в жаркую погоду бани, расстояние между домами. То есть какие-то постулаты сохранились и по наши дни, которые были тогда еще. Это исходит чисто из человеческой логики. То есть любой здравомышленный человек, если он маленько подумает, как сделать так, чтобы не сгореть. Тут надо сделать то-то, то-то, то-то. Ну, в принципе, оно оттуда идет. В общем, с 1549 года, когда это первый раз было официально оформлено в виде документа. И уже тогда с этого считается, что годом образования российской пожарной охраны. То есть у нас в советское время было образование советской пожарной охраны. Это идет с декрета Владимира Ленина от 1918 года о мерах по борьбе с пожарами. Раньше праздновали. А сейчас перешли именно на российскую тематику. Проведена там определенная работа в архивах, в Семьзилове. И вот было обнаружено вот это вот увложение царя Алексея Михайловича 1549 года. Ну, замечательно, да. Ну, а сколько лет пожарной охране насчитывается в нашем городе, то есть городской пожарной службе? И скажите, пожалуйста, вот какими она сейчас обладает мощностями и соответствует ли она современным требованиям пожаротушения? Ну, значит, про город Самару, то 16 октября каждого года считается днем основания пожарной охраны именно города Самара. Самарский гарнизон, так называемый Самарский местный пожароспасательный гарнизон, это один из крупнейших, градообразующий, скажем так сказать, крупнейший гарнизон. То есть он насчитывает более тысячи человек личного состава, вот. Там порядка более 200 единиц техники современной. То есть техника современная сейчас практически во всех аспектах. Начиная от пожарной машины, которая раньше была, а сейчас она... Модернизирована, современная, мы это видим, когда проезжаем по улицам города. Современная пожарная машина – это большой компьютер на колесах, с которым, в принципе-то, в общем-то, надо уметь обращаться. То есть насосная система современного пожарного автомобиля подразумевает то, что водитель должен иметь очень неплохие знания. Все электроника, все на электронике, все дистанционно, пуск, запуск, забор воды, подача воды. То есть просто так вот, как раньше, да, я водитель. Нет, такого в пожарной охране нет. То есть человек должен обладать хорошим обыденным знанием. Серьезными знаниями, да? Ну, расскажите, пожалуйста, о своем коллективе. Отвечают ли именно люди последним современным требованиям, если мы говорим о пожаротушении? Ну и, конечно, второй вопрос, где можно выучиться на пожарных сегодня? В принципе, у нас в Санкт-Петербурге коллектив, скажем так, давно сформировавшийся, устоявшийся такой коллектив. Вот. В общем-то, люди идут в пожарную охрану, наверное, не за деньги. Наверное, все-таки больше по призванию. По призванию. Так. Есть определенные риски в профессии. Вот. И поэтому случайно люди здесь не задерживаются. Если кто-то где-то как-то что-то попал, такие быстро уходят. То есть, в общем, они не могут работать. Здесь надо душой. Просто душой. Душой к работе. Вот. На данный момент я, в принципе, могу за всех людей ручаться. По Самарской области. То, что люди выполнят свою задачу, то, что необходимо, то, что прописано по должностным обязанностям, без проблем. Уровень подготовки, техническое оснащение пожарной службы сейчас на очень высоком уровне. То есть, на очень высоком. Новые технологии, начиная от квадрокоптеров, которые, все помнят, да, прошлый год, серьезные лесные пожары по всей области. То есть, те же самые квадрокоптеры, когда поднимаешься на экране, смотришь, то есть, любой руководитель может оценить масштаб. Во-первых. Во-первых. Те места, где необходимо, в первую очередь, ввести силы и средства, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара. Ну, очевидно, сгорание, да, вы имеете в виду. То есть, природные пожары сейчас в стране, они, ну, очень серьезное внимание уделяются министерствам в Москве на развитие, авиация, МЧС России, техника, все. То есть, сейчас все делается для того, чтобы как можно лучше, быстрее, с минимальным ущербом ликвидировать возможные загорания. Ну, и скоро, наверное, у вас начнется как раз вот именно жаркая пора. Не хотелось бы, чтобы это были какие-то вот, ну, масштабные мероприятия, но тем не менее, ежегодно, наверное, да, все-таки это происходит. Но вы, продолжим эту тему, но вы не ответили на вопрос, где сейчас можно выучиться на пожарных? Выучиться на пожарных. В принципе, по стране очень много учебных заведений, которые обучают именно пожарной безопасности, инженер пожарной безопасности, скажем так. Высшее учебное заведение, это у нас Москва, Академия государственной противопожарной службы, самое центральное, основное учебное заведение. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт пожарной безопасности, Иваново, Ивановская Академия пожарной безопасности, Екатеринбург, Екатеринбургская Академия пожарной безопасности, Воронеже есть факультет. Есть гражданские именно специальности, инженер пожарной безопасности в обычных гражданских вузах. То, что я до этого перечислил, это все вузы, работающие под эгидой МЧС. Это профильные вузы, это погоны, это казарма, это оттуда выходишь, и все, лейтенант, погоны, вперед, как говорится, за орденами. А есть еще обычные гражданские вузы. У нас в Самарской области два таких вуза. Это Самарская устранительная академия и Тольяттический государственный университет. Там есть кафедра пожарной безопасности. А что в свое время заканчивали вы? Ну, в 97-м году я закончил Самарский авиационный институт. Тогда это была академия, наверное, да. Академия Куаи. Еще Куаи, Куаи. Инженер-радиоэлектронщик. Александр Александрович, ну что привело вас в пожарную охрану? И расскажите, пожалуйста, с какой должности вы начинали свою службу? Ну, привело в пожарную охрану. Это, в принципе, родители. То есть отец всю жизнь служил в пожарной охране. В пятой пожароспасательной части по охране Киркского района. Киркский район это был такой производственный район. Пожаров там было очень много. То есть вот пятая пожароспасательная часть, это, скажем так, основная боевая единица. Вот всю безымянку она прикрывает. Охватывала. Да. Отец у меня работал в этой части всю жизнь. Ну, соответственно, я с самых маленьких-маленьких пор то в части, то я сам на пожары с ним ездил, да. Вот. Закончил институт. И после института, в принципе, сразу и устроился, в общем, в пожарную охрану. Начинал с обычного инспектора пожарной безопасности на заводе «Металлург» 42-й пожароспасательной части. Вот. Ну, потом плавно, постепенно, постепенно, всеми, скажем так, ступенечками дошел до звания полковника и должности замначальника управления пожаротушения. Основную массу времени в своей жизни, то есть, в общем-то, я работал в службе пожаротушения, 17 лет в службе пожаротушения. Это специальный орган в системе Главного управления ЧС России по Самарской области, на который возложена задача руководства тушением всех пожаров. Все более-менее сложные пожары тушатся при управлении службы пожаротушения или руководству Главка. Руководство управления пожаротушения, в котором я, например, служу, да, то есть, все это руководство на более-менее серьезные пожары выезжает в обязательном порядке. Ну, я хочу спросить вас, вы только потому выбрали профессию эту, что у вас преемственность в ней, вы сказали, ваш отец был пожарным. А вот если вспомнить все-таки самое первое впечатление вот от этой профессии, что запомнилось вам, может быть, еще в детстве? Ну, в детстве, в детстве, наверное, в принципе, это пожарная часть. Это красная машина, ну, в любом мальчишке же сам охота, красная машина. Соответственно, повышение уровня профессиональной подготовки любого пожарного есть специальные способы. А один из способов это проведение соревнований, то есть, подъем по штурмовой лестнице на башню, 100-метровая полоса с препятствием. И в пятой пожарной части была очень хорошая база по проведению этих соревнований. То есть, я с детства вот это вот, вот, сам дух соревнований, вот, вот, интересно все это, боевая одежда, каски, там, аппараты на за спину, все бегают, прыгают куда-то, в общем-то, красиво, красиво. Вот, ну, я даже вот не знаю, как сказать, запах, запах пожара, то есть, ну, нет, непередаваем, непередаваем. То есть, вот, я даже по улице могу идти и сказать, что горит, просто на запах, я знаю, какой дым от какого пожара. Это уже называется профессионализм. Все, это уже, это в подкорке, это уже, не, не, сам уже никогда не, ничем не вытравится. Наверное, уже даже, не то, что в подкорке, а даже, может быть, на генетическом уровне, да? Да, 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 да. Ну, вот, я знаю, что в этот праздничный день проходит очень много мероприятий, и ваша часть не исключение. И я сейчас предлагаю посмотреть, как прошел этот день в части. Давайте вместе посмотрим сюжет. Внимание на экран. День и ночь. Несут они боевую вахту. Готовы по первому сигналу вступить в схватку с самым непредсказуемым и опасным врагом – огнем. 30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна из самых необходимых служб быстрого реагирования – пожарная охрана России. Ведомству 373 года. Пожароспасательная служба. Принято. Приход на выезд. Это центральный пункт пожарной связи. Здесь принимают вызовы со всей Самары. В самые сложные пожароопасные периоды – с апреля по октябрь – количество звонков доходит до 200 в сутки. В мои обязанности входит прием сообщений, высылка сил и средств, координация сил на пожаре, прием информации, сбор информации. Решения должны приниматься молниеносно. Необходимо высылать машину в кратчайшие сроки, потому что сборы и выезд по тревоге должны осуществляться за минуту. С начала года пожарные спасатели Самары совершили свыше 6800 выездов. Задымления, возгорания природные, техногенные, на транспортных средствах, в домах и квартирах спасены сотни жизней. Только начальник караула 89-й пожарно-спасательной части города Чапаевск Виктор Вегер за свой срок службы вывел из огня 15 человек. В день пожарной охраны чествовали тех, кто отвечает за быстрое реагирование и первыми приходят по вызову 0-1 и 112. Торжественное мероприятие прошло у памятника российскому спасателю на улице Молодогвардейской. 30 апреля мы будем праздновать 373-ю годовщину образования пожарной охраны России. Пожарный гарнизон в Самарской области насчитывает более 7500 человек. И я с уверенностью могу сказать, что поставленные задачи по тушению пожаров, возникающих пожаров, техногенных, природных гарнизон выполняет. Сотрудники ведомства заверили, что будут и дальше стоять на страже и оберегать жителей от огненной стихии. И даже сегодня, несмотря на праздник, почти тысяча человек заступили на дежурство. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, вот все-таки что является самым сложным в вашей работе? Ну, в принципе, как любая, скажем так, работа, ну, сложности есть всегда. Самая прямая – это тушение пожаров. То есть наука очень серьезная, подведенная под нее там очень серьезная научная база и так далее. То есть, в принципе, если сейчас углубляться в теорию тушения пожаров, это можно вот… Поговорить несколько часов, да? Да, говорить и не самое, и, в принципе, все темы не раскроешь. То есть пожарный, по идее, в общем-то, должен обладать знаниями практически в любой области. Не только тушением пожаров, строительстве. Он должен понимать, как поведут себя строительные конструкции при воздействии на них огня, температуры, пламя. А они бывают разные – деревянные, кирпичные, пластиковые и так далее. То есть это называется оценить несущую способность конструкции в момент пожара. То есть все знают, да, что металлическая балка, она такая вроде крепкая, металлическая балка в условии пожара держится 15 минут. И все. После этого она теряет несущую способность, и, соответственно, то, что на нее опирается, это все может рухнуть и так далее. Вот. Камень, дерево, даже дерево больше держит несущую нагрузку, чем металл. Поэтому каждый пожарный, кроме того, что он тушит пожарный, он должен обладать знаниями в строительстве, в электрике, в электронике. То есть, опять же, тушение электроустановок, энергетический объект. Масса знаний, просто масса знаний. То есть человек должен быть практически универсалом, наверное, в любой области нашей повседневной жизни. То есть если человек, например, в чем-то одном специализируется, то пожарный должен иметь представление и навыки практически во всех профессиях обычного гражданского человека. Ценой ошибки может быть человеческая жизнь, и это действительно очень страшно, и на вас возложена очень большая ответственность за спасение жизни. Так расскажите, пожалуйста, были ли в вашей случае вот такие случаи, когда приходилось рисковать? Ну, тушение каждого пожара представляет из себя определенную долю риска. Итак, здесь от этого никогда никуда не уйдешь. Это, в принципе, одна из составляющих нашей профессии. Рисковать? Рисковать приходится, в принципе, в общем-то на каждом этаже. То есть ты никогда не знаешь, что будет в следующем моменте. Мы никогда не можем со стопроцентной уверенности сказать, что вот я приехал, вот он горит там, да, домик там с раюшкой и так далее. Что там внутри нет газового баллона. А когда он взорвется, никто не знает. То есть работаешь и работаешь. Ну, моментов со взрывом газовых баллонов у меня вот за мою жизнь было очень много. То есть это нормально, это разлетаются осколки. Такие хорошие осколки. И, во-вторых, это, если опять же подходить с научной точки зрения, так называемые опасные факторы пожара. То есть опасные факторы пожара, они всегда присутствуют. То есть от них некуда. Это дым, температура, угроза взрыва, угроза обрушения. И получается, что ты всегда рискуешь. Ну, опять же, я, получается, к предыдущему моему блоку мы вернемся, должен оценивать так называемую степень оправданного риска. Человек в огне, в пожаре, ты должен, это вот самый, здесь уже никакой риск не сможешь, его надо спасти. А угрозы прямой жизни людям нет, то есть ты уже дальше начинаешь оценивать. То есть оценить ситуацию на месте, это все в единственном числе, это пожарный должен сделать выводы и уже тогда принимать те или иные решения. Я правильно вас понимаю? Да, да. Но даже это не пожарный, это руководитель тушения пожара. То есть на каждом пожаре есть должностное лицо, которое руководит тушением пожара. Это едино один человек, едино начали, и все подчиняются его приказам. Если мы берем, скажем так, небольшой пожар, там, это вот районная часть, начальник караула, он является руководителем тушения пожара. Что-то посерьезнее, он просит дополнительные силы и средства. Есть городская служба пожаротушения при третьем отряде федеральной противопожарной службы, у них тоже есть служба пожаротушения. Они выезжают. Еще что-то более серьезное, областная служба пожаротушения выезжает. Еще что-то более серьезное, выезжает все руководство главку, то есть управление пожаротушения, начальник главного управления, все прибывают к месту пожара. То есть в зависимости от самого. Все пожары у нас ранжируются. То есть к каждому пожару присылается определенный номер. Самый простой, это первый, где чуть-чуть надо дополнительные силы и средства, один бис называется. Бис, бис это на бис повторить. То есть две машины тактической единицы, это у нас одна-две машины в карауле. Они приезжают. Один бис, это еще нам две машины пришлите в помощь. Пожар номер два, пожар номер три, пожар номер четыре. Максимальный рамп пожара в Самаре и Самарской области это номер четыре. Четвертый номер. Все пожары ранжируются и соответственно нормативными документами прописываются объекты, перечень объектов, на которые осуществляется выезд пожарных автомобилей по повышенному. То есть туда сразу шлют много машин. Ну это все производственные объекты, склады, подвалы, чердаки. То есть в общем-то там, где мы в итоге можем получить объекты естественно заруоохранения, детские, дошкольные, школьные и так далее. Вот где есть возможность, чтобы пострадают люди. То есть соответственно туда сразу автоматически высылается повышенное количество пожарной техники. Ну порядка двадцати пожарных расчетов или бывает даже более? Нет, нет. То есть смотрите, пожар номер один это две пожарные машины, один бис это четыре пожарные машины, пожар номер два это одиннадцать-двенадцать пожарных машин в среднем, пожар номер три это семнадцать-восемнадцать пожарных машин, пожар номер четыре это двадцать-двадцать-двадцать-три основных пожарных автомобилей. Ну то есть это бочка на колесах, скажем так. Плюс к этому идет специальная пожарная техника. Лестницы, коленчатые подъемники, топливозаправщики. То есть к этим 20 машин еще можно, 5-7-8 машин. И руководитель тушения пожара, который является основным на месте пожара, он определяет, надо ему еще силы и средства или уже будет достаточно. То есть вот, в принципе, так. Очень интересно. Скажите, а когда вам последний раз приходилось выезжать на пожароповышенной опасности и как вы вели себя вот в те моменты? Ну, в принципе, являясь замначальником управления пожаротушением, то есть тушение пожаров для меня, в принципе, это основной момент. То есть я имею допуск к руководству тушением пожара, то есть каждый человек, кто руководит тушением пожара, он должен получить специальный допуск, сдать определенные экзамены, показать определенный уровень знаний в области пожарной безопасности, тушения пожаров и так далее. Ну вот, то есть, в принципе, у меня есть этот допуск, и я могу самостоятельно тушить пожар в качестве руководителя тушения пожара. Я не один такой, нас очень много. Вот. И весь прошлый год, если мы вот это вот все вспомним, тяжелые все эти лесные пожары, которые как раз вот в конце августа 21-го года приключились. Все помнят, наверное, Борское, да? В том году, как горел. То есть я в Борское не попал, я в это время в Камышле тушил там 280 гектар лес, например, да? Со своей группировкой сил и средств я там работал. Мои товарищи, соответственно, в Борское попали, когда там вот это вот все происходило 22-го, 23-го августа. А перед этим 19-го августа я был в Форостянке тушили мы лес. Вот. То есть вот, в принципе, пожаров очень много. То есть не сказать, что вот он последний, не последний, у нас, в принципе, так и не говорят. Да. Вот. Любой пожар уникальный. Любой пожар уникальный. Одинаковых пожаров не бывает. То есть каждый пожар, он своеобразен, он со своими там характеристиками, особенностями и так далее. И все это должен учитывать как раз-таки руководитель тушения пожаров. Александр Александрович, а вот когда вы командуете пожарными во время пожара, ну все-таки это ведь очень большая ответственность. Вы переживаете за коллег в это время или не до переживаний? Нет. Ну, эмоций, наверное, нет. На пожаре нет. Эмоций нет. Надо делать свое дело. То есть переживания, оно получается... В итоге ты их должен научить так, чтобы они работали и не погибали. То есть это охрана труда, это вот правила ведения боевых действий на пожаре. То есть каждый пожарный это знает. На пожаре времени переживать нет. На пожаре надо работать, работать, работать. Переживать потом будет. Уже потом. Но все-таки какие-то есть устойчивые традиции, обычаи у пожарных? Да, да. Расскажите, пожалуйста, о них. Нельзя на сутках, придя на смену, нельзя мыть обувь. Это считается, что значит на пожар поешь. Вот это одна из раздельствий. Нельзя, когда прощаешься за руку, мы никогда не оценим. Или вот так, или все. Чтобы, опять же, не встретиться в этот день, опять же, на пожаре. Мы встречаемся только, скажем так, на пожаре. Какие еще есть интересные? Ну, в принципе, в общем-то, в каждом карауле, в каждой части есть вот свои меленькие, маленькие вот хитрости, или там подмеченные за долгую жизнь моменты, которые все пытаются соблюдать. То есть у кого-то, в принципе, обувь и не прощаться, это практически у всех есть. А в каждой части есть что-то свое, например, у кого-то там кошка счастливая, приютили, в части живет, да и бог с ней пока живет, будем кормить и так далее. У кого-то, ну, я не знаю, кто-то что-то из дома принес, надо покушать. Не носите вот это, потому что как только ты принесешь вот это, не знаю, как это называется, мы обязательно ей напожать. Все, не носи это вообще. Ну, вот такие мелочи, в общем-то, они есть у всех. Для каждой команды, да, свои особенные. Ну что же, Александр Александрович, наше время подошло к концу. Я от всей души благодарю вас за очень интересную беседу. Спасибо вам большое еще раз с профессиональным праздником вас и ваших коллег. И я хочу предоставить вам заключительное слово. Пожалуйста, поздравьте свою команду коллег Самары и Самарской области. Уважаемые коллеги, от всей души, просто от всей души хочу поздравить вас с 373-й годовщиной образования пожарной охраны России. Пожелать сухих рукавов, в первую очередь, чтобы все всегда возвращались домой. Чтобы было как можно больше положительных моментов в жизни. Счастья всем, здоровья и успехов. Как в личной, так и в трудовой деятельности. Спасибо вам большое. Спасибо еще раз. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова